В бывшем особняке Григория Горбунова открылась выставка рисунков непрофессионального художника, более известного в нашем городе как автора, целой армии деревянных солдатиков Александра Шалова. На рисунках, которым уже более 15 лет, виды родного Дуляпина, так как Александр Валентинович вместе со своей супругой – уроженцы этого села. Они закончили Дуляпинскую школу, обрели свое семейное счастье, родили и воспитали двоих детей. Александр Валентинович не мог пройти мимо красоты родного края, где каждый уголок буквально дышит историей. На рисунках шпили старинного особняка, извитые перила лестниц, овальные ставинки окон, печь, выход во двор, на купеческую конюшню – сочетание старины и современности. В 2003 году начал рисовать вот эти интерьеры. Потом еще добавил некоторые дома. Когда работал в электросети, приходилось по всему Дуляпину, на Дуляпинском участке работал. В Дуляпинском участке приходилось ездить. Раньше как-то с фантазией строили они. Оригинальные такие, интересные на вид. Необычные. Это, наверное, нравится, зацепляет, что они необычная форма там какая-то. Некоторых, да, уже не сохранилось. Какой-то сгорел, какой-то разрушился, забрали. Конечно, особый интерес художника вызвали здания, построенные фабрикантами Малаховыми в конце XIX – начале XX века. Знал, что, да, были Малаховы, у них отец там начал ходить, плодничал от хожей промысла. Потом, как разбогател, стал у населения покупать холсты, перепродавать. Вот, так, денег накопил, построил помещение там с ручными станками сначала. Начал наемный труд использовать. Там уже дальше больше, говорится, уже станки промышленные. Купили здание. Ну, сначала здание построили. Потом там уже его дети расширили, там добавили. Потому что первоначально фабрика одноэтажная была. Потом вот второй, третий этаж добавили. В 1885 году братьями Малаховыми Геннадием и Андреем в Дуляпине был возведен первый ткацкий корпус на 40 станков. В 1895 году было построено еще два ткацких корпуса. Работали здесь крестьяне из соседних сел и деревень. Если в самом Дуляпине в 1897 году проживал 161 человек, то на фабрике работали около тысячи. Оборотный капитал фирмы составлял 1 миллион 300 тысяч рублей. После революции 1917 года из-за нехватки сырья фабрика была остановлена. Национализировано перешла государству. Ей дали новое название «Красный Дуляпинец». Пустили предприятие лишь спустя годы. 5 сентября 1925 года. В 1926-1927 годах здесь работало 1179 человек. Фабрика «Красный Дуляпинец» работает и по сей день, правда уже не с такими оборотами, как раньше. В свое время здесь производственную практику проходила и жительница Дуляпина, краевед Любовь Барабанова. Мне было очень интересно всегда наблюдать за платовскими станками. Я их еще помню. Как вылетали у нас челноки. Бригада у нас была веселая, дружная девчонок, будущих выпускников Дуляпинской школы. Мастером нашего производственного обучения была Екатерина Ивановна. И самое интересное то, что мы получали уже удостоверение как бы в путь в жизнь, как ткачи третьего разряда. Эти старинные стены всегда привлекали. Кстати, было очень прохладно, хотя было тоже жаркое лето, помню, тот год. Но мы спокойно всегда заканчивали, начиная работать 20 минут пятого, заканчивая в обед. И мы всегда на заработку шли веселой гурьбой на фабрику Малахова. Самые интересные воспоминания – это общение с старожилами, ткачами. Они рассказывали в истории Дуляпина, о больнице, которая была уже открыта в доме Малаховых, как их лечили, какие создавали условия фабрикантами. И вообще было много положительного в развитии ткацкого производства. Было очень голодно, ведь Аполли была скудная земля. Поэтому очень голодали наши предки. И вот как раз купцы Малаховы при строительстве фабрики дали выжить старожилам окрестных деревень. Ведь Сочила, Вахрова, Березники, Мастечная, Каликино – ведь вдалеке были от Дуляпина. Но самое интересное – люди шли пешком на заработку на эту фабрику. И самое главное – сегодня мероприятие было очень ценное. Семья Шаловых, Саша и Ирина – это величие наше. Это действительно люди, любящие историю малой родины до корней. Вот они, посмотрите, как прекрасно вот здесь изобразили всю историю фабричного производства, историю села Дуляпина. И мне кажется, у Саши еще много нарисовок. В том числе, как мы с Галиной Николаевной сейчас Мичуриной поговорили, это заслуга нашего великого мастера, учителя Палкина. Я не училась у него, конечно, к сожалению, но многим он дал свет для развития творчества, как вот и Саша. Я желаю им творческих успехов, здоровья крепкого, удачи и самых-самых хороших дней в их жизни. Спасибо за это мероприятие. Еще раз хочу поблагодарить и всех, кто в нем участвовал.